Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Как всегда, следим с вами за всеми событиями, которые происходят в городском округе Ливерц и далеко за его пределами. Ну и, конечно же, внимательно следим, прежде всего, за тем, как живут люди, как они работают, как они отдыхают, чем они занимаются, например, находясь уже на пенсии. И мне кажется, что это сегодня одна из самых главных проблем, потому что после всего того, что происходило с нами в течение года, если вы помните проект «Активное долголетие», на некоторое время вынуждены были его, если не заморозить, то, по крайней мере, существенно сократить. Но все течет, все меняется, и проект возвращается, что называется, во всей красе. Об этом мы поговорим сегодня с куратором проекта губернатора «Активное долголетие» в городском округе Люберцы, с Викторией Владимировной Данилиной. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну, наверное, вот когда была эта ситуация с пандемией, с ограничениями определенными, наверное, проект было тяжело сохранить, потому что, прежде всего, он, что называется, бил по людям, которые 65+. Соответственно, да. И получилось только люди, ну, кто-то аж очень долго, да, в эту программу, сначала надо узнать, потом надо в нее поверить, потом нужно прийти, принять участие, только, может быть, кто-то разошелся, и тут раз тебе говорят, сидим дома. Да, к сожалению, тогда это прекратилось, и почти сколько, полгода мы ждали его. Но самое главное, что мы, наконец, возобновили свою работу. Это наша администрация, глава городского округа Люберца Владимир Петрович Ружицкий сопутствовали тому, чтобы мы открыли центральный клуб «Активное долголетие». То есть, допустим, до этого у нас работали там все учреждения культуры, все учреждения спорта участвовали в этой программе, но, скажем так, частично. Например, вот, ну, к примеру, есть библиотека, у них основная их занятость – это библиотека и так далее, и они открывали там, например, компьютерные курсы, еще что-то при библиотеках. Наш клуб – это полностью клуб «Активное долголетие». У нас три огромных зала, в которых проходят занятия. Это кинозал, фитнес-зал и зал для творчества. И я так понимаю, что помещение, которое в удобном, так сказать, месте, куда можно добраться, где этот клуб сейчас находится? Да, мы находимся прямо в центре нашего города Люберцы, на станции Люберцы, в здании дома ветеранов. То есть дом ветеранов у нас на первом этаже, а мы, у нас отдельный вход с правой стороны в этом же здании, только мы находимся в цокольном этаже. Но там все сделано по новым современным технологиям, то есть нам есть чем дышать, есть вентиляция, есть тепло, и, в общем, очень хорошо. То есть я так понимаю, это не просто, знаете, как выделили какое-то здание и делаете там, как говорится, что хотите. А это именно было просчитано, исходя из всех ситуаций, исходя, прежде всего, из участников этого проекта, да, набирались какие-то руководители. Мы хотели максимально сделать, чтобы это было в центре, чтобы была удобная, как бы, доступность для всех людей, потому что кто-то к нам едет даже из Красково, из Малаховки и так далее. А тут, да, ручка сразу. Да, здесь центр все равно через станцию все проезжают, как бы то ни было, либо на маршрутках, либо электричке. Очень удобно. И когда стартовал клуб? 5 сентября мы открылись, это был выходной день, вот, ну, просто было торжественное открытие. Шарики. Шарики, естественно, да, глава городского округа был, первый заместитель была, Ирина Геннадьевна Назарева. И, ну, некоторые даже участники, которые уже были где-то записаны, вот, до пандемии. Вот, сейчас к нам ходит порядка 30 человек в день. Ну, это вполне. Да, это очень хорошо. Другой вопрос, что мы только начали заниматься, и у нас еще не все время занято, но мы со временем обязательно, чтобы у нас прям с утра до вечера клуб был занят. Мы работаем, как обычно, как все нормальные учреждения, с 9 утра до 18. То есть можно выбрать любое время? Мы сейчас об этом поговорим, о распределении и так далее. Но прежде я хотел, вот, когда вы проектировали сам процесс, почему именно такие направления? Фитнес, кино и, как вы сказали, творческий, да? Да, дело в том, что в программе «Активное долголетие» есть, вот, как губернатор создал эту программу, есть активности, 10 активностей. Мы исходили из активностей. Вот, например, творчество – это является как одна активность. Но, например, в рамках этой активности мы проводим и поэтические встречи, и какие-то там вечера. То есть не просто вот творчество, как творчество. Также в творчество входит и рукоделие отдельно. То есть много разных направлений в каждой активности. Мы старались, как бы, задействовать максимально все активности, которые есть в программе. Ну, я так понимаю, что это немножко еще исходя из опыта допандемийного, да? Когда вы примерно понимали, что людям интересно, куда они идут с большой охотой. Конечно, безусловно. Мы исходили из того, что нравится нашим посетителям, чтобы им было удобно, комфортно. Хорошо. Кто сегодня ваш посетитель? Вот клуб, она совсем недавно еще начал работу свою. Кто эти люди? Женщины, мужчины? Какой возраст? Ну, женщин, конечно, больше. Вообще программа активная. Да, да. И я вам хочу… Ну, сейчас я вам скажу. Значит, у нас в программе женщины 55+, и мужчины 60+. Но вот совсем недавно добавилась еще одна категория – это лица, получающие пенсию за выслугу лет. Это от 50 лет даже. Ну, вот как раньше было вредное производство. Ну, с профессиями, да. Да, да. Но я хочу сказать, что независимо от возраста, просто все зависит от самих людей. Потому что есть и в 55 лет люди, которые, ну, во-первых, работают, может быть, и мне, когда у кого-то маленькие внуки, у кого большие, естественно, у них больше свободного времени. Все равно контингент, я бы сказала, больше 60+. Вот так. То есть вот такое среднестатистическое. Да, да. Вот. Скажите, ну, женщины у нас всегда активны во всем, идут впереди, и за это большое спасибо. А почему вот мужчины все-таки как-то еще не откликаются в полном, как мне кажется, объеме? Ну, я не знаю, может быть, это физиологические какие-то особенности. Да, я хотела сказать, что женщины, они всегда, наверное, более открыты, ну, как-то по жизни. Тем более, когда нас больше, мы уже в коллективе. Да, да. А мужчины стесняются. Да, ну, а потом... Хотя вроде наоборот должно быть. Да, ну, я даже не знаю, с чем это связано, но, скорее всего, просто, я говорю, от людей зависит. У нас есть женщины, которые приходят к нам, то есть находятся у нас практически в течение целого дня. То есть с утра они пришли там на дыхательную гимнастику, потом перешли на пение, сходили на обед, пообедали, и потом приходят вечером там еще на какие-то активности. То есть есть такие, которые прям очень-очень суперактивные. Вот интересное слово «активность», я так понимаю, это вот эти 10, как вы сказали, активностей, которые изначально входили в программу. И насколько впечатления, какие впечатления, где-то они это пишут, кому-то они могут это рассказать, какая обратная связь, кому-то нравится, кому-то, может быть, какие-то предложения есть. Ну, очень многие сейчас, но у нас, помимо продвинутой молодежи, есть и старшее поколение тоже, которые, вот, кстати, компьютерные курсы очень помогают вот этому, чтобы разобраться в телефоне, как что. У нас есть страница в Инстаграм, которую мы ведем, у нас очень много подписчиков, которые, ну, сарафанное радио никто не отменял, как всегда. Они между подругами, многие приводят друзей и регистрируют у нас. То есть сарафанное радио? Да, как всегда. Хорошо, ну, а все-таки мы прекрасно понимаем, что это самый активный слой населения, и женщины, и мужчины, и молодцы, они приходят, это происходит и в Москве, в других регионах, так или иначе. Как только начали отпускать какие-то ограничения, и была возможность, значит, на улице сначала заниматься, я думаю, что многие с нетерпением ждали этого момента и хлынули буквально. И сейчас прям буквально нам целыми компаниями идут, и с удовольствием записываются. И телефон, кстати, могу сказать... Давайте. Да, наш телефон 8495-554-6121. Ежедневно мы на телефоне, мы даем всю информацию, и не только по нашему, по работе нашего клуба, но и по всему городскому округу Люберца, где какие адреса, то есть по месту жительства, чтобы было удобно подойти, где зарегистрироваться и так далее. Ну, мы во второй части еще раз об этом поговорим, и поговорим вообще о комплексе этого проекта, проекта губернатора, который называется «Активное долголетие», и о том, что кроме клуба, который, напомню, начал свою работу 5 сентября, вы можете посетить, в чем поучаствовать. А вот в клубе, скажем так, люди приходят, и, как я так понимаю, не могут даже остаться на все это время, да, с каким-то перерывом, если они запишутся на разные активности. Да, пожалуйста, любой, разные активности, пожалуйста, только приветствуются. Но нам, конечно, хочется, чтобы больше-больше новых, новых разных людей. Да, да. Да, но вот пока у нас только начало, я считаю, что мы молоденькие, у нас еще все впереди. Где вы искали людей, которые будут работать в клубе? Как происходило этот круиз? Мы не искали, пока что в клубе работаю я, и со мной человек, который занимается чистотой в этом клубе. Ага, то есть вот так. Да, пока мы вдвоем, но... А если хлынет народ, как вы будете успевать? Мы справимся. У нас красивый ресепшн, прям при входе. Мы каждого гостя встречаем. Если надо, регистрируем. Если уже зарегистрировано, провожаем на занятия. У нас замечательная раздевалочка со шкафчиками. Ну, то есть все как положено. А вот если, например, все-таки люди разные, кстати, и в 40 лет, и в 50, и в 60, и в 70, бывают люди, которым все нравится, даже если здесь где-то какие-то помарки, а есть люди, которым как-то все вроде как не нравится. Я имею в виду, есть ли обратная связь? Они могут написать какие-то, не в смысле жаловаться, а написать, что... Пожелания свои. Какую-то вы книгу ведете или что-то. Нет, книгу мы пока не ведем, но, пожалуйста, по телефону приходите. В режиме онлайн мы всегда доступны. А что пишут в Инстаграме? Можно приходить. Здорово, спасибо, молодцы, лайки. Хорошо. Клуб подразумевает, что происходят какие-то события, я так понимаю, а может быть предлагаю, вдруг вам это выйдет, заинтересуетесь, какие-то фестивали, конкурсы, какая-то соревновательность. Да, если потихонечку людей будет больше, не планируете вы проводить там какие-то концерты или какие-то мероприятия вот такие глобальные? Да, все это будет, все это в будущем, просто пока, ну не загвоздка, скажем так, а вопрос в количестве людей, потому что, например, вот у нас пение трех видов, то есть три разных руководителя, есть эстрадный вокал, есть хоровое пение и там еще академическое пение. Пока людей мало. Мы ждем, ждем, но я думаю, что просто многие еще не вернулись с дачей. Может это назвать караоке и пойдут? И караоке у нас есть тоже, это уже, получается, четвертое направление. Да, вы подсказали, у нас огромный телевизор, замечательная аппаратура с колонками, с микрофонами. И это можно прийти и бесплатно попить? Можно прийти и бесплатно абсолютно попить. Попейте вот все, что захочется. И даже у нас еще есть час игр, и так нам можно прийти просто поиграть в лото, либо в нарды, либо в шашки, в шахматы, у нас все есть. И все новенькое? Просто милости просим, все абсолютно новенькое. Как здорово, как хорошо. Ну, это радостно. Я так понимаю, что если будут приходить новые пожелания, и я имею в виду сейчас по клубу, то они будут учитываться, и возможно еще что-то там будет внедряться. Обязательно. У нас границ нет для творчества. Все открыто. Хорошо. Напомню, что у нас в студии Виктория Данилина. Мы говорим, в первой части говорили об открытии клуба, активное долголетие. 5 сентября он распахнул, как сейчас говорят, свои двери. И очень надеемся, что у нас не будет в ближайшее время никаких серьезных изменений. Он будет работать, потому что впереди все-таки холодное время года, когда на улице-то особенно не хочется. Ничего страшного, у нас уже затопили. Пусть наши ученики... Да, у нас уже затопили. Да, у нас уже тепленько. О, ну тогда тем более. А не только о клубе, и вообще еще о программе активное долголетие в городском округе Люберцы с Викторией Данилиной, куратором проекта, мы поговорим после небольшой паузы. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. Сегодня говорим о программе «Активное долголетие». Об этом проекте сегодня в студии Виктория Владимировна Данилина, куратор проекта, губернатор активное долголетие, конкретно в городском округе Люберцы. Ну, в первой части мы говорили об открытии нового клуба. 5 сентября он начал свою работу. Напомните, пожалуйста, еще, где он находится, как до него добраться, как созвониться. Все очень легко. Мы находимся на станции Люберцы в здании Дома ветеранов. Это улица Куракинская, дом 5. У нас отдельный вход справа, большая светящаяся вывеска, клуб «Активное долголетие». А телефон, по которому можно узнать все, что происходит в этом... Не торопясь, назовем. ...клубе 8495-554-6121. Я вам отвечу на все интересующие вопросы. Это как раз вам будут звонить? Как раз мне. Вы представляете, редкие случаи, когда человека показывают по телевизору, вы лично сможете узнать все ответы на все вопросы, которые вдруг в нашей программе мы не успеем задать. Идем дальше. И следующий вопрос, который я хотел бы вам адресовать. Опять же, отталкиваясь от того, что примерно полгода мы где-то потеряли в связи с серьезной эпидемиологической ситуацией. Но все начинается уже сентябрь, октябрь. Будем, опять же, надеяться на то, что вторая волна. Да, очень надеемся. Но если... Дай бог пройдет мимо или как-то, может быть, коснется, но не в том же объеме, к которому нас все так готовили еще летом. Говорили, вот, вторая волна и так далее. Что сейчас в программе вот этого проекта? Я почему этот вопрос хочу, чтобы очень четко разобрали. Потому что в разных регионах по-разному. Например, в той же Москве, насколько мне известно, они занимаются только пока на открытом воздухе. Ну, например, в бассейнах не пускают. Я имею в виду проект активное долголетие. То есть в закрытых помещениях. Что на сегодняшний день в городском округе Люберцы, в каких вариантах проекта активное долголетие, в активностях, как вы говорите, могут поучаствовать люди, я так понимаю, теперь от 40... Нет, от 50, скажем так. Ну, иногда те, кто вот по выставке... Вот это как раз от 50 лет. От 50 и выше. Вы знаете, мы работаем и не только на улице, и в помещениях в том числе. Другой вопрос, что мы работаем с рекомендациями Роспотребнадзора. То есть маски, перчатки, антисептические средства и так далее. Мы все это... Проветривание. Да, да. Совершенно верно. То есть я думаю, что... Соблюдать или соблюдают все-таки люди? Ответственные подходы? Нет, соблюдают. Почему? Если все это на виду, если нигде люди приходят, и сразу руки побрызгали, одели перчаточки, маски. Другой вопрос, что, например, там какой-нибудь дыхательной гимнастикой, конечно, сложно в масках заниматься. Ну, как бы то ни было... Поставляем на полтора метра, да? Да, да. Социальную дистанцию и... Хорошо. Итак, что сегодня входит в проект? Где еще могут, можно могут поучаствовать наши... Помимо нашего клуба, также продолжается работа во всех учреждениях культуры и учреждениях спорта нашего городского округа Люберцы. Опять же, вся информация по телефону к нам в клуб 8495-554-6121. С подскажем адреса, чтобы вам было удобно к дому близко. То есть есть несколько одинаковых, ну, условно говоря, одинаковых активностей. Активности, они есть, их 10 всего. И оно в разных учреждениях... Да, но я не имею в виду, здесь вы можете пойти сюда, здесь вы можете пойти сюда. Да, да, можно найти прямо ближе к вашему дому. А больше каких? Вот творческих или физических, спортивных? Вы знаете, наверное, все. Я хочу сказать, что вот, ну, может быть, поют не все, а компьютером заниматься, заниматься творчеством, неким рукоделием. Прямо, ну, вот все-все-все желают. И особенно вот экскурсии. Экскурсию? Да, у нас же еще есть такая активность, как экскурсии. И до пандемии мы возили еженедельно, раз в неделю, в среду. Мы возили по 33 человека. У нас брендированный, вы, наверное, видели, красивый автобус, подписан активное долголетие. Потом показалось нам мало этого, 33. Нам администрация наша выделила еще один автобус на 19. То есть в общей сложности мы возили 52 человека. Ну, прекрасно. То есть одновременно или в разном? Вот единоразово. В среду, да, мы возили, они уезжали по Подмосковью. У нас были такие города, как Дмитров, Талдом, Сергей, Посад. А сейчас вот мы уже возобновили экскурсии. Вот вчера была уже третья экскурсия, то есть третью неделю. Мы съездили в Истров, Коломну, в Зарайск. Следующая будет еще. И это не просто вы поехали, а это экскурсовод или как программа? Нет, нас встречают. То есть маршрут утверждается комитетом по туризму Московской области. В этом участвуют все, кто участвует в активном долголетии, то есть все Подмосковье. И встречающие города нам предлагают свой маршрут. Кстати, к нам тоже приезжают. То есть взаимо... Да-да-да, и там они нас встречают с нашими участниками, едет обязательно сопровождающий. В нашем случае это медсестра. Ну, на всякий случай, в дорогу, да, это очень хорошо, это необходимо. А там нас встречают, и там две или три точки по маршруту мы посещаем. Я хотела рассказать про нас. К нам тоже приезжают люди. Вот в этом году, в смысле после пандемии, у нас уже были Котельники, Дзержинские и Химки. У нас маршрут такой. Сначала они приезжают в храм Преображения у нас вот на остановке школы. Потом едут в музей Гагарина, это где Гагаринский техникум. И в завершающий момент это наша галерея с экскурсоводом. Девочки везде все рассказывают, очень интересно. Нам звонят без конца и говорят спасибо большое, нам очень понравилось. Говорим, приезжайте еще. То есть мы не только получаем удовольствие, что помогаем людям, да, участвовать в программе активной долголетии, но и рассказываем о городском округе. То есть они уезжают, рассказывают другим, приезжают другим. Это называется внутренний туризм. То, чего у нас, к сожалению, пока не очень хорошо развито в силу ряда причин. А это вот тоже такая дополнительная возможность поучаствовать и в этом проекте. Скажите, пожалуйста, а есть какой-то общий штаб, который руководит в Московской области? Проходят ли сейчас какие-то совещания, дают ли вам какие-то рекомендации? Ну, у нас сейчас часть нашей работы все равно в телефоне, да, вот в этих гаджетах. У нас есть группа, в которой, да, все аккуратно. Быстро принимаете решение. Да, раз всем приходит, все, все ответили, там, если надо, какие-то фотографии, какие-то задания, какие-то планы, отчеты, мы все. То есть все стремительно, тем более, что если хорошее предложение, то его можно на всех, как говорится, да, бросить клич в народ. Вот. Замечательно. Что еще планируется? Какие, может быть, активности и будут ли они пересматриваться? Может быть, что-то не очень пользуется популярностью, а чего-то пока не предусмотрели в силу ряда, опять же, причин, а народ просит, вот дайте нам. Я могу вам рассказать, что, например, вот все, кто каким-то образом связан с московским долголетием, то есть программой Собянина, говорят, что у них уже появился дополнительно английский язык. Вот наши люди очень хотят. Хотелось бы, чтобы Андрей Юрьевич Воробьев, да, услышал нас, увидел и принял какие-то меры, чтобы у нас тоже... Знаете, почему? Почему? Потому что потом, я думаю, через какое-то время, когда границы откроют, наши участники активного долголетия не только будут по Московской области, но и куда-нибудь туда, где английский язык. А почему бы нет? Чтобы тоже узнали о городском округе Люберца, они будут к нам приезжать. Конечно, пусть рассказывают о нас. Эту программу вполне можно было бы сделать, но финансово интересно, я имею в виду для государственных сторон. Почему? Потому что, вот, по-моему, когда мы с вами первый раз общались, я вспоминал, что как вот приезжаешь куда-нибудь за границу, или даже у нас здесь, да, в Москве, приезжает автобус, из автобуса выходят люди, средний возраст которых, ну, в лучшем случае, 75 лет. За. И они приезжают издалека, причем они, у них большая программа, там, чуть ли не на месяц они ездят по нашей стране и смотрят. Это очень интересная история, потому что очень многие, вот, почему английский тоже язык, молодость человек не выучил, там, потом не получилось еще что-то, да. А мечта осталась. Да. И почему бы ее не воплотить? Вот мы хотим воплотить. А это вы как-то тоже вот в эту группу сбрасываете, что вот есть такие пожелания? Да, свои рекомендации, пожелания, мы общаемся с нашими коллегами, с нашими кураторами, с нашими же кураторами, которые по области. Хорошо. А что пишут люди? Понятно, что тем, кому нравится и так далее, но может какие-то истории, что кто-то вот прям уже не знал, где найти себя, и вдруг вот благодаря этой программе совсем человек изменился, стало хорошее настроение и так далее. Историй много, очень много людей вообще абсолютно одиноких. То есть нет, так не получилось жизни ни детей, ни внуков. И соседи неразговорчивые, да? Ну да, возможно. А у многих новые соседи. Сейчас же многие переезжают. Вот у меня, например, в подъезде я даже половину не знаю, хотя пятиэтажный дом старенький, и очень мало осталось у нас там, этих долгожителей, которые там живем. Очень много людей одиноких, они к нам приходят, иногда даже просто вот зайдут к нам, вот какие ситуации бывают. Мы говорим, для того, чтобы пользоваться услугами вот этой программы активного долголетия, вам нужно сначала зарегистрироваться. То есть если этим напрямую занимается соцзащита, мы тоже собираем с людей заявления и передаем в соцзащиту, дабы улучшить как бы вот этот процесс, ускорить, чтобы людям не пришлось там куда-то ехать, а прямо непосредственно у нас. И люди просто начинают рассказывать про свою жизнь. А я вот в свое время там где-то что-то занимался. То есть к нам даже приходят просто пообщаться. Пообщаться, мы говорим. Да, иногда просто. Даже не факт, что они регистрируются, эти люди, но просто им вот хочется какого-то человеческого, просто душевного общения. Мы стараемся каждого выслушать. Не всегда бывает время, потому что то звонок, то кто-то у нас пришли на занятия, но пусть нас простят наши участники. Мы будем стараться, чтобы каждому частичку своей души тепла отдать. И еще такой вопрос, что мы сейчас про одиноких людей говорили. Да, такая ситуация, она, к сожалению, повсеместна не только в нашей стране и за границей тоже. Но те, у кого есть большая семья, внуки, эти боевые бабушки и дедушки, которые ходят, занимаются. А какая обратная связь от родственников, сыновей, дочерей, внуков? Я вам сейчас рассказываю другую историю. Три раза, вот с 5 сентября, как мы открылись, звонят девушки, я же не спрашиваю, какой возраст, по телефону. Здравствуйте, а как мне можно маму записать? То есть даже вот так, если мама там в телефоне не очень, или она там не видела, где-то они даже... А я вот видела там по телевизору, или я видела там в Инстаграм, где-то встретила. То есть раньше записывали детей, теперь маму записывают. А теперь маму записывают, да. И мы считаем, что это замечательная программа, огромная благодарность и Андрею Юрьевичу Воробьеву от нас, и нашему главе Владимиру Петровичу Ружицкому, всем-всем-всем, кто принимает участие в этой программе. Потому что я думаю, что все эти люди делают благое дело. Ну, речь идет ни много ни мало о продлении жизни. Потому что если человеку нечем заниматься, он чувствует себя одиноким. Даже вот несмотря на некую, да, на ситуацию, связанную там с родственным, у всех же по-разному бывает. Все по-разному, абсолютно. И вот это вырваться из этого круга, да, просто прийти, кто, может, час потратит, кто вот весь день потратит. И совсем другой человек. Поэтому мне кажется, что люди, которые занимаются активным долголетием, я имею в виду, вот вы как куратор, и мне почему-то кажется, что эта структура, ну, вот, преподаватели или, скажем, тренерский штаб, ну, наставничество какое-то, он будет расширяться. Почему? Потому что пока еще не все эту программу почувствовали, я имею в виду люди старшего возраста. Ну, не было такого никогда. Не было, да. Не было. Даже, казалось бы, не так трудно было. И многие спрашивают, а сколько вот заплатить за экскурсию? Мы говорим, вы что? У нас программа бесплатная. То есть все активности бесплатны. И я думаю, что в дальнейшем, наверняка, вот, если этот проект превратится уже не просто в проект, а в серьезную такую государственную программу, где будут другие вложения, это, правда, очень серьезно может изменить. Потому что когда идешь, ну, условно говоря, в поликлинику сдавать там какие-то, ну, просто потому что надо, и видишь, вот, вроде бы и не старый еще человек, вот он сидит грустный. Он, может быть, и не больной сильно, но ему просто нечем заняться. Возможно. Вот. И тут очень много всяких факторов. И последний такой вопрос. А вам тяжело через себя вот это все просеивать? Ведь это же и, с одной стороны, и весело, и хорошо, и замечательные люди, а с другой стороны, вы же видите судьбы прям сразу нескольких десятков людей. Вы знаете, дело даже не в том, чтобы через себя как-то пропускать. Все равно люди к нам приходят для чего-то, с какой-то некой просьбой. Мы в рамках нашей работы хотим и делаем, и будем делать так, чтобы удовлетворить их просьбу. И, ну, к нам никто со злом не идет, я вам серьезно говорю, к нам все приходят с добром. А уж те, кому там за 70 наши постоянные уже теперь, которые там посещали еще до пандемии другие, они идут к нам и с цветами, огромный букет калины нам подарили, мы его вазочку поставили. Участники нашей программы вот сейчас уже у рукоделия сделали красивую вазочку, мы ее поставили тоже на ресепшн, чтобы все видели. Ну, то есть все равно люди добрые. Людей добрых больше. Как раньше говорили, люди добрые, а у нас с другим знаком. Люди-добрые. У нас в гостях Виктория Владимировна Данилина была сегодня, куратор проекта губернатора «Активное долголетие» в городском округе Люберц. Рассказали мы об открытии нового клуба «Активное долголетие» и рассказали о том, как сейчас после пандемии работает программа губернатора в конкретном городском округе. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова